Прошло чуть больше месяца с тех пор как мы поставили вялиться нашу колбасу салями на поле и я думаю что пришло время ее продегустировать пахнет очень вкусно колбаса получилось ну вот мне кажется что она будет однородная без пустот как вы помните здесь крупные кусочки мяса и вот поэтому я думаю что она будет без пустот пахнет реально очень вкусно что друзья немножко волнуюсь сейчас разрежем и посмотрим что у нас получилось отлично колбаса совершенно без пустот однородная очень вкусно пахнет мне нравится сейчас я нарежу попробую и расскажу вам о результате чтобы вы понимали конечный результат нашего рецепта пахнет вообще замечательно и прежде чем продегустировать друзья я вам хочу показать структуру структуру как вы помните мы делали две колбасы салями на поле одну делали в натуральной оболочке и одну делали в коллагеновой оболочке вот структура колбасы в натуральной оболочке она получилась совершенно однородная очень гладкий срез практически нету никаких но как бы никаких пустот и она получилась очень вкусная вот структура колбасы в коллагеновой оболочке тут образовались пустоты и она но не держит форму она разваливается я наверное хочу сказать о том что эту колбасу надо прессовать перед ну ложить под пресс перед тем как отправлять вялиться потому что видите она с пустотами не знаю почему так происходит может коллагеновая оболочка меньше дышит но мне по вкусу я уже естественно попробовал сейчас расскажу вам по вкусу значительно больше понравилась колбаса в натуральной оболочке будем пробовать друзья друзья я готов продегустировать и поделиться с вами результатом я решил сделать это с домашним бурбоном зерновым чтобы я буду дегустировать две колбасы чтобы перебить вкус первой и начну я с той которая на мой взгляд не получилось и ну как она получилась но получилось так не фонтан то есть она имеет пустоты вот там где куски мяса а не куски мяса а там где был фарш есть пустоты помимо этого почему-то неоднородно неоднородно лег фарш неоднородно он смешался с салом а это кусочек такой попался ну попробуем на вкус она вкусная она реально вкусная она с классической вот такой вот кислинкой я бы даже сказал с каким-то динным привкусом со вкусом сухого вина вот с классическим вкусом салями колбаса вкусная сказать нечего но мне не нравится то что мы делали совершенно из одинакового фарша по совершенно одинаковой технологии но в коллагене получилось не однородная в натуральной оболочке получилось совершенно однородная запьем это дело бурбоном и и приступим кто и которая на мой взгляд получилось вот это вот колбаса выглядит идеально совершенно нет никаких пустот совершенно ровный гладкий срез я у этой более более насыщенный такой более резкий запах это тоже я отношу к фактор к тому что коллаген все-таки дышит значительно меньше чем натуральная оболочка вот это настоящая салями утра настоящая салями друзья значительно мягче вкус значительно тоньше вот это вот характерная кислинка которая присуща салями то есть сам вот ее привкус значительно тоньше она я думаю что лучше дышала и значительно лучше вялилась чем коллагене ну вот не надо наверно 40 копченые вы сыровяленые колбасы все-таки делать коллагеновой оболочки надо их делать натуральной оболочки потому что мы не добавляем никаких фосфатов и сульфатов и получается вот такой вот в коллагеновой оболочки эффект если это колбаса изначально делалась натуральной оболочки 300 400 лет назад итальянскими фермерами для того чтобы сохранить ну грубо говоря когда люди не имели холодильников и нам было сохранить мясо на весь год они делали именно салями то она должна и делаться по такой технологии замечательный вкус очень очень такой утонченный я бы сказал это вкус италии запьем бурбончиком ну собственно говоря друзья колбаса удалась и та и та как я уже рассказал о недостатках коллагеновой оболочки и если вы будете готовить салями то готовьте ее в натуральной оболочке вы не пожалеете рецепт получился колбаса удалась но есть некоторые нюансы о которых я совершенно честно рассказал для того чтобы вы не повторяли наших ошибок друзья надеюсь это видео было для вас полезным подписывайтесь на нас на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока подписывайтесь на наш канал